Мы познакомились. Молодец, мы тоже. Ну, никак мимо. Вратаря, как у нас называют, половина команды, не пройти. Но нас интересует вот такой вопрос. Учитывая, что мы межрежурный проект дипломатический, насколько интерес женский хоккей и наши выезжи будут вызывать в этом сезоне участие в турнирах в каких-то других странах и так далее. Что вы думаете об этом? Ну, я думаю, конечно же, если брать со сборной в других странах, то это Кубок четырех наций, он регулярный, как бы Евротур называется. И та же вся будет подготовка проходить чемпионат мира, который будет проходить в Канаде. А Канада, знаем, это родоначальник хоккея. И там равносильно, что женский, что мужской хоккей любят одинаково. И там стадион постоянно битком забит. Поэтому на международном уровне, я думаю, это только будет большой опыт, большое и большое привлекление болельщиков. Надеюсь, то же самое будет и на играх дома в Питере. А что не так у них такое? Что вы бы перенесли бы, скажем, из традиции европейского женского хоккея на нашей площадке, может, и это фанатские штучки, и чего что-то? Ну, наверное, больше, знаете, не европейского, а североамериканского, потому что, как бы, в Европе тоже хоккей, как бы, и любят, да, развивается, но он довольно-таки похож на наш российский. Тут разницы особо нет. А вот североамериканский, там люди буквально болеют. Ну, там, конечно, и численность народу гораздо больше, да, там, в каждой школе, там, чтобы иметь женскую команду, да, там у них жесткий отбор идет. Вот. У нас, как бы, в этом плане, если брать женский хоккей, немножко попроще. У нас девчонки приходят, и классно, что, как бы, если ты видишь, с мальчишками в группе занимаются две-три девчонки, это будет здорово. Ну, разница вся в том, что там более популярен, чем у нас пока в России. А вот существует, скажем, в мужском футболе разные школы хоккейного вратарского мастерства. И вот пару лет назад у нас было вообще засилие иностранных вратарей, и когда русскому вратарю и трудно было в состав пробиться. Такого нет опасения, что в женской лиге вратарей западные окажутся лучше и начнут теснить вас, скажем? Знаете, у нас до этого, получается, года, в этом году внесли лимит и запрет на вратарей легионеров. До этого все сезоны, как бы, вратари-легионеры имели игровую практику у нас, привлекались очень много девочек. Но сейчас это, получается, больше они не играют, не имеют права, и теперь растут только российские девчонки-вратари. А поясните, что вообще ни одного у нас странного вратаря сейчас не может играть? Нет, сейчас нет, все запрет. Остались только на полевых игроков, и то это в лице двое игроков может представлять одну хоккейную женскую команду. А, значит, нашим «Динамо» лимит уже исчерпан. Да. Две девушки у нас исчерпан. И скажите, а что в канадской манере девушек, ваших коллег по амплуа, чему бы вы хотели, может, перенять, что у них лучше всего получается? Ну, знаете, сейчас на большее равнение, наверное, идет всегда на мужской хоккей, да? Он более динамичный, силовой, поэтому, наверное, смотришь больше их, мужские игры стараешься смотреть, и уже вся школа идет от мужского хоккея, и стараешься что-то там выбирать, смотришь на игру вратарей, и из них черпаешь. Но женский хоккей, как бы, ну, обращаешь внимание, безусловно, да? Тем более, каждый вратарь, он по-разному, по-своему уникален, у него своя техника. Что-то где-то посмотришь, попробуешь, подойдет тебе, не подойдет, как бы, ну, это уже дело, как бы, каждого. А скажите, вот такая вы, женственная, красивая, не тяжело такую многокилограммовую амуницию таскать на себе? Спасибо. Ну, своя ноша всегда легкая, еще раз повторюсь, поэтому, как бы, тут даже не обращаешь внимания, ты выходишь, и настолько, наверное, все равномерно, как бы, и я не чувствую, что на мне, там, 20 килограмм, как бы, ну, и плюс у нас прекрасная физическая подготовка регулярно, поэтому, как бы, это, взаимосвязь между этим, как бы. Ну, что, команда ваша нравится, болельщики появились, фанаты уже даже есть. Желаем вам первых медалей в этом сезоне. Большое спасибо, будем стараться. Чем выше, тем лучше. Да, будем, спасибо. Спасибо.